Ну что, друзья, начнем с новогодних новостей. Праздники приближаются, прогнозы на грядущие елки все менее и менее утешительные. В России взлетела цена салата оливье, причем более чем в два раза. Так, если в январе и текущего года себестоимость килограмма данного праздничного атрибута с колбасой вытягивала примерно на 200 рублей, сегодня за то же самое придется выложить 400 и даже больше. Но это при условии, что вы относительно качественные продукты пойдете закупать, а не барахло из серии красная, синяя, зеленая цена. Главным образом удорожание связано с ростом цен на ингредиенты. Думаю, никого сейчас не удивил. Картофель, например, подорожал сильнее всего с 28 до 50 и даже 60 рублей. Чуть позади морковь, майонез, мясопродукты. Ну, с ними тоже все понятно. И то ли еще будет. Вы знаете, что произошло? Ну, у нас, вот я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровни заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Сколько можно, еб... Впрочем, не только оливье ударит по карману фрукты. В частности, мандарины тоже показывают рекорды. В нашей пятерочке, например, на 200-300 рублей за килограмм цитрусовых уже придется раскошелиться сейчас. Для того, чтобы народ особо не пугался, маркетологи начали даже указывать стоимость в граммах. На 300 граммов, на 500, сами можете видеть. Еще один атрибут новогоднего стола. Красная икра. С этой вообще что-то невообразимое творится. Средняя цена деликатеса во многих городах-миллионниках уже перевалила за 10 тысяч, для понимания. Год назад та же самая икра стоила в районе 6-6,5 тыр. И, кстати, десяточка. Как утверждают продавцы, тоже не потолок. Ближе к концу декабря данный продукт, скорее всего, станет еще дороже. Насколько? Пока никто ответить не берется. Но что-то мне подсказывает, что точно не на 30 копеек. Посему улыбаемся и машем, господа. Рывок, прорыв, толчок и пи***ок. Куда ж ты от них денешься? Вот это пусть и станет. Тема сегодняшнего выпуска – это реальная журналистика. Поехали! Российские чиновники меж тем продолжают соревноваться в глупости и популизме. Правда, вот уж от кого не ожидал, так это от Кириенко. Ну и данный чиновник зачем-то включился в ту игру. На медней глава администрации президента сделал заявление, от которого лично у меня глаз задергался. Позволю себе процитировать главного кремлевского политтехнолога. Российские дети должны играть только в отечественные игрушки. Так будет правильно и патриотично. Ну не можем мы отдать воспитание наших ребятишек в руки кому-то другому. Для государства крайне важно, чтобы наши дети играли в игрушки, которые созданы в России, придуманы в России, созданы в России, воплощают в себя российские традиции и культуру всех народов и этнических групп нашей страны. Потому что, наверное, каждый из нас помнит свою первую детскую игрушку. Но это остается навсегда. Да-да-да, еще каждый из нас помнит поговорку «Оттуда же про трудное детство и что-то деревянное, прибитое к полу». Похоже, мы куда-то туда и движемся. Ну а если без стеба? Просто хочется задать вопрос господину Киренко, как давно он вообще заглядывал в детские магазины. Там же нет ничего отечественного, как и везде. Впрочем, Беларусь, Казахстан, Китай. Это если говорить об игрушках. Да у чиновника у самого на столе одна единственная матрешка стоит, видимо, больше. Похвастаться нечем, что красноречивые любых слов посему еще раз. Очень хочется посоветовать, сходите сами и на все это изобилие полюбуйтесь, потом говорите. Спокойствие, только спокойствие. К слову, если говорить, например, о белорусских игрушках, то приходится констатировать, это что-то совсем примитивное. Кусок пластмасса в виде трактора или резиновый заяц, если же нужен какой-нибудь робот, который ходит, пищит, стреляет. Или провозик, который по рельсам бегает, welcome в китайский отдел. И тут тоже все понятно. Электроника никогда не была нашей сильной стороной, ни в Союзе, ни тем более сегодня. Поэтому прибитые к полу, господа, прибитые к полу. Если ребенок, его первой детской игрушкой является что-то, где заложены были другие традиции, не скажу плохие, ничего плохого. По-честному надо поучиться у наших коллег и конкурентов за рубежом, потому что есть очень грустная для нас статистика. Из 30 самых продаваемых в России игрушек, вдумайтесь, коллеги, из 30 самых продаваемых в России игрушек нет ни одной российской. Сильное заявление. Второй момент, он более важный, даже как мне кажется, особенно для чиновника уровня господина Кириенко. Недаром выше о глупости и популизме сказал, но все равно объяснюсь. Вот смотрите. Мы с вами месяц уже обсуждаем историю с увеличением ключевой ставки ЦБ. В конце октября Эльвира Набиулина объявила, что в целях борьбы с инфляцией регулятор поднимает данный показатель до 21%. Спустя пару дней и вовсе сообщила, скорее всего, в декабре тоже ставка вырастет. Мы о чем говорим? О каком, блин, производстве при нынешних-то раскладах? Коммерсанты ведь за голову уже схватились. Чтобы сдержать ускорившийся рост цен, нам потребуется значительно большая жесткость денежно-кредитной политики в следующем году. Более высокая траектория ключевой ставки должна вернуть инфляцию к цели. Перейду к аргументам сегодняшнего решения. Хорошо, давайте на пальцах. Есть предприниматель, который, ну, предположим, есть такой предприниматель, который действительно захотел бы заняться производством тех же самых игрушек. Причем полным циклом от разработки до создания и последующей реализации. Что нужно? Нужны, во-первых, светлые головы, которые все это будут создавать, изобретать. Насколько это непростое дело? Ну, для понимания, предложил бы вам пересмотреть старенький американский фильм «Большой» с Томом Хэнксом в главной роли. Это одна из первых его картин, и она как раз об этом. Дальше. Ну, помещение под производство, ладно, его, думаю, коммерсанты в России найдут. Но нужно же еще и производственное оборудование дорогостоящее, хорошее. В 99% случаев импортное. И вот тут предприниматель как раз упирается в Набиулину и ее ставку. Наталья, морская пехота! Я сейчас седу за руль. А ты вылетишь отсюда! У меня джип в Москве. Ну, я тебя сейчас сделаю здесь. Простите, а у вас не будет одного рубля на дорогу? У вас же джип в Москве. Ну, так он в Москве, а я вроде как в другом культурном городе. Именно. Вот это уже потребует вложений и нехилых. Значит, надо идти в банк за кредитом. Стесняюсь спросить, а под какой процент? На сайтах банков об этом уже даже не пишут. Но несложно догадаться, если ставка регулятора 21. Вклады у населения банки принимают под 23-25. Ну, значит, сколько кредит-то будет стоить? Правильно. От 30% и выше. Но это еще не все. После нужно конвертировать те рубли в валюту. Опять понести убытки. Затем, когда ты купишь то оборудование, его нужно притащить сюда, через полконтинента. И, скорее всего, окольными путями. Потом. Пригласить спецов, которые все это дело соберут, наладят, запустят. На фоне санкций такие специалисты тоже обойдутся недешево. И вот мы подошли к главному. С учетом всех этих затрат на выходе, как думаете, сколько те отечественные игрушки будут стоить? Выдержат ли они конкуренцию с китайскими или даже белорусскими? Да нет, конечно. Тогда еще один вопрос. Кто их будет покупать? Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура. Извините, я в комментарии. Спасибо, услышала. Вот поэтому я и спрашиваю, о чем вообще думают наши чиновники, когда делают подобные заявления. Президент сказал, надо совершить рывок. Так вы условия создайте сперва, чтобы рывок-то тот сделать. Или они думают, что готовая продукция в лицу на березах растет. Пошел за грибами, заодно лукошка каких-нибудь роботов насобирал или там кукол. Ну что за бред? Впрочем, в общем-то, технологическое отставание, которое является основой подобного рода поведения, оно, в общем, конечно же, никого не волнует. Достаточно действительно посмотреть на Северную Корею, где, в общем-то, есть лидеры, которые, в общем, неплохо устроили формулы, когда они могут править, а народ живет в нищете. Да-да, не удивляйтесь. Хотя чему я опять удивляюсь? И уже уже понятно, почему наши чинуши живут в каком-то своем мире и совершенно не одупляются, что творится у нас, у простых смертных правильно. А. Потому что они живут исключительно циферками в отчетах. Миллион раз уже об этом говорили. Б. Что страшнее. Ни один российский чиновник не является хозяйственником, ну или почти ни один, ни у кого из них никогда не было своего бизнеса, который бы человек создал с нуля и развивал никто из них. Никогда не бегал по тем же банкам или биржам в поисках денег, мозгов, инвесторов. Проще ведь, конечно, прийти на какую-то выставку. Ух ты. Как же тут все дорого-богато. Молодцы наши производители. А потом еще по телеку. Послушать брехню пропагандистов как очередь. Иностранцы встают, дабы вложиться в российскую экономику. А вот только затем смеемся все дружно над данной брехней и над такими вот новостями. Главная претензия ресурсов определенного толка в том, что государственная телекомпания якобы хотела внести своих зрителей в заблуждение, дескать, под видом передового образца современной роботехники. В сюжете из Ярославля показали человека в карнавальном костюме. Звучит абсурдно, но теме посвятили немало интернет-страниц. Где-то провели целое расследование, всерьез анализировали видеокадры, доказывали, почему на экране не чудо техники, а живой аниматор. А нам и что? А нам и нормально. Мы же русские люди. Ну и раз салаты оливье сегодня начали, салатом оливье предлагаю закончить. Точнее, не совсем салатом-картошкой, который, как известно, является для россиян вторым хлебом. А вот с данным продуктом как раз проблемы могут начаться в обозримом будущем и серьезные. Неурожай 2024 года уже привел к тому, что на складах образовался дефицит овощей. Именно поэтому цены на второй хлеб начали расти в геометрической прогрессии. Улучшение ситуации пока никто не обещает. И вице-премьер Патрушев накануне заявил, что вся надежда на импорт. И даже попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос с поставками картофеля из дружественных стран. Но мы же понимаем, что такие вопросы очень быстро не решаются. Ну а во-вторых, санкции в отношении России никто не отменял. Так очень многие из тех, кого мы сегодня называем дружественными странами, точно так же рискуют для них попасть под так называемые вторичные санкции. Поэтому не хочется мне никого расстраивать, но, видимо, придется вспомнить старое доброе. Честно, вот вы знаете, я хоть убей не понимаю. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Земли у нас больше, чем у кого-либо на планете. Картошка культура неприхотливая растет даже там, где солнечных дней в году не так много. А вот наш тебе. Теперь у нас еще и дефицит картофеля в странах третьего мира. Просить собираемся, ой, мы строили, строили и, наконец, приплыли. Все, не хочу дальше продолжать. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Луное помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok